всем привет меня зовут карина и сегодня мы будем делать упражнение 237 давайте начнем для этого скачаем наше упражнение нажав по сине кнопки и открываем она будет открываться буквально пару минут так что нужно просто подождать вот она уже открылась у нас есть три файлика сам пакет рейсер также user profile и задание первое что нужно сделать это заполнить user profile ввести имя например мы имя карина email и также группу например вот так и нажимаем ok и подтверждаем теперь у нас открылось задание с инструкцией и мы можем приступать к их их выполнению это задание у нас тоже идет как обзорная у нас нету еще пока оценки нам нужно просто научиться пользоваться пакет рейсером и терминалом давайте начнем для этого первое что нужно сделать открыть вкладочку connections открыть вкладочку не вкладку а выбрать консольный кабель он ярко-голубой выбираем пока 1 и выбираем порт rs-232 открываем с 1 нажимаем по нему и открываем консольный порт он такой вот серой иконкой выбираем таким образом мы соединили два устройства и теперь мы можем настраивать s1 с pk1 открываем pk1 десктоп терминал нажимаем ok таким образом мы попали в вы терминал нашего s1 нас просят нажать кнопочку enter для того чтобы приступить к работе с устройством давайте посмотрим что нам нужно сделать мы открыли терминал нажали enter дальше вводим знак вопроса это команда нам помогает посмотреть какие команды мы можем использовать и и подсказывает нам например как правильно заполнять команду давайте посмотрим какие команды у нас доступны в этом режиме connect disable disconnect enable exit локаут пинг шоу и так дальше что делает каждый из этих команд написано рядом с ней давайте попробуем ввести букву т и написать знак вопроса мы видим что у нас появилось только три команды этот он от терминал и трейс роут потому что все они начинаются на букву т если мы ведем букву т и и и знак вопроса у нас будет две команды т и терминал потому что команда трейс роут начинается других букв и она уже не подходит к нашей выборке давайте посмотрим дальше нам нужно нам нужно найти команду enable мы уже вводили знак вопроса и вот эта команда enable но она буква начинается еще вторая команда exit поэтому если мы введем букву э и попробуем ввести команды enable только с помощью этой буквы и нажать enter то мы не сможем это сделать потому что наше устройство с 1 не понимает какую из двух этих команд мы хотим использовать введем enable и теперь если мы например нажмем tab то эта команда допишется с помощью автокомплита и мы можем использовать чтобы перейти в предыдущий режим или же exit мы можем ввести просто команду enable только с помощью двух букв и и n и теперь даже если мы так нажмем команду enter ну кнопка enter мы все равно попадем в привилегированный режим что у нас дальше вводим знак вопроса в привилегированном режиме чтобы понимать в каком режиме нужно посмотреть на начало каждой из строк например это у нас обычный стандартный начальный режим который мы попадаем сразу же после того как открываем s1 либо другой роутер либо switch решеточка обозначает что мы привилегируем нам режиме конфигурации и мы можем настраивать либо как-то манипулировать этим устройством мы ввели знак вопроса и у нас вывели все команды которые есть в этом режиме и и как вы можете видеть этих команд уже намного больше то есть этот режим позволяет им использовать намного больше команд при этом некоторые команды все равно остаются например enable terminal to net trace road то есть эти все команды с предыдущего режима но у нас добавились новые давайте посмотрим дальше нам нужно попасть в режим глобальной конфигурации чтобы туда попасть есть команда config terminal давайте попробуем ее ввести как можно короче для этого вводим букву c и знак вопроса у нас есть список всех команд clear clock config connect и copy нам нужна команда config смотрим если мы видим просто букву c нам не подходит если мы введем co у нас есть connect и copy нам нужно еще более описать буквы чтобы команда была более понятно con также не приходит потому что у нас есть connect который начинается точно также получается что самый минимальный вариант для этой команды это conf conf дальше нажимаем enter и нас спрашивает что именно мы хотим настраивать терминал память сеть или или что ну что то из этого по дефолту всегда идет терминал если мы нажимаем букву enter у нас сработает терминал то что в скобочках и мы попадем в привилегированный режим конфигурации глобальной конфигурации и как видите у нас появилось слово config в скобочках также мы можем попасть в режим config с помощью более быстрого пути мы можем также написать команду conf но сразу же указать что именно мы хотим настраивать мы хотим настраивать терминал то есть у нас есть слово терминал слова memory и слова network и так как нету больше слов на букву t мы можем указать просто букву t conf t enter и мы также попадем в тот же режим это намного сокращает нам работу с написанием с и с и настройка нашего устройства теперь нам предлагают настроить часы давайте сначала посмотрим что у нас устроено в данный момент вводим команду show show clock я нужно вводить в привилегированном режиме для этого мы либо вводим команду exit либо нажимаем просто control c команда control c возвращает нас в этот режим шоу клок я я ввожу на начало слове нажимаю tab и нашей команды автокомпризис enter мы видим что у нас сейчас настроена на 1 марта 1993 года нам нужно настроить время на то которое указано у нас в задание 0 1 31 2035 год давайте это сделаем для этого введем знак вопроса мы видим что у нас есть команда clock вводим clock нажимаем знак вопроса и мы видим что у нас есть спецификатор set если мы идем просто clock у нас команда будет не завершена сет команда все еще не завершена знак вопроса мы видим что нужно указать часы минуты и секунды для наших часов у нас задание это 15 00 это три часа дня поезд знак вопроса нам нужно еще указать день месяца и месяц в году давайте это сделаем так как у нас на 1 31 указывает 31 дальше указываем словами месяц это январь и указываем год 20 35 в наших часов месяц обязательно указывается с помощью слова название месяца вводим еще раз команду шоклок чтобы не видеть ее еще раз я нажимаю стрелочки вверх clock set ищу нашу команду show clock enter мы видим наши часы заменились на те что мы только что настроили таким образом мы настроили часы на нашем устройстве и научились пользоваться командами и режимами в нашем с 1 а на этом все всем пока